Мне очень нравится мысль Марина Ивановна Цветаевой Которая в статье Остаховича написала Что личность художника Всегда больше Тех произведений, которые он Оставляет после себя Это я не буквально цитирую Я мысль ее передаю Личность художника всегда больше И дальше она пишет Как же велик был Леонардо Если Джокондо Только одно из его произведений Я продолжу эту мысль Марины Ивановны Цветаевой Леонардо больше не только Джокондо Которую он нам оставил Но мы не можем даже представить себе Объема всего Наследия Леонардо Потому что я думаю, что наследие Леонардо Не только в том очень небольшом Количестве картин Которую он оставил Хотя мы называем Леонардо да Винчи художником Но ведь Леонардо да Винчи художник в том числе А я однажды видела на выставке в Музее изобразительных искусств Книги, которые были привезены на юбилейную выставку Леонардо из Франции Фоксимилия 24 тома инфолио 24 тома Тогда на стене в музее висела справка Которая гласила о том Что из 24 томов инфолио Оставленных Леонардо На все языки мира переведено Примерно 6,5 томов Одна четвертая часть А что представляют собой эти книги? Это тексты и рисунки Там необыкновенная графика Огромное количество той графики Инженерной Медицинской Всякой анатомической Огромное количество Подумайте Одна четвертая часть Можем ли мы сказать Что мы знаем Леонардо? Знаем ли мы Что представляют собой картины Леонардо да Винчи? Я, например, с уверенностью не могу сказать Что я понимаю Какой текст закодирован В этих картинах Именно А вот Никакой сюжет изображен А какой текст закодирован Когда вы приходите в Лувр Вы с очевидностью Видите Такую Я вам сказала Художественную Художественную дискриминацию Леонардо Отдельно В броне непроницаемом В каком-то стекле немыслимом Джаконда Толпы, толпы и толпы С утра до ночи Все фотографируются Сказать, чтобы ее было видно Очень хорошо С такого расстояния Я не могу Ее видно не очень хорошо Но ее всемирная Всемирная популярность Безусловно Рядом в зале Висят еще два Безусловно подлинных Произведения Леонардо Это Мадонна в гроте И Анна, Мария, Младенец и Агнец Картина, о которой сегодня У нас пойдет речь Без всякого бронированного стекла Публика равнодушна Фланирует По этому залу Коридору Мимо этих картин Остановились Посмотрели Прочитали название Еще постояли одну И пошли дальше Это тот же самый художник Господа Который написал Джоконду И значение этих картин Не меньше И содержание их Не менее загадочное А если говорить честно То все три картины Которые я назвала Мадонна в скалах Анна, Мария, Младенец и Агнец Джоконда Они как-то представляют собой Одну картину Только по-разному написано Это развернуто В разных аспектах Вот, например Анна, Мария, Младенец и Агнец А на картине показано Святое семейство Только показано оно Как бы по женской генерации Анна, мать Мария Мария, Младенец И Младенец за уши тянет К себе Агнеца Леонардо не рассказчик Вот большинство художников Эпохи Возрождения Рассказчики Они очень любят Рассказывать историю Они берут любой сюжет Священного писания А по законам Католической церкви Изображение возможно На любой сюжет Ветхого и Нового Завета А вот попробуйте Рассказать сюжет Мадонны в Груте Или попробуйте Рассказать сюжет Анны, Марии, Младенца и Агнеца Или попробуйте Рассказать сюжет Джоконды Получится у вас? Не получится А я спрошу А что изображено На этих картинках? Во-первых Мы с вами Во всех картинах Видим Два совершенно разных Пространства Вот когда мы с вами Смотрим на Джоконду То мы знаем точно Что Джоконда Сидит в кресле В комнате И смотрит на нас А что у нее за спиной? Это что? Окно распахнутое? Или это сразу Еще одно пространство? Что за ландшафт У нее за спиной? А ведь она принадлежит Обоим этим пространствам И тому На фоне которого Написана ее фигура И то внутри которого Она находится То же самое мы видим В картине Анны Марии Младенец и Агумицы Одна часть картины Это ландшафт земли Земля Дерево Вода А другая часть картины Это повторение Того ландшафта Который мы видим За спиной Джоконды А что это за ландшафт Который мы видим За спиной Джоконды? На фоне которого Мы видим фигуру Анны Из всех четырех фигур Только фигура Анны Написана Леонардо На фоне этого ландшафта Я бы назвала его Безводным Это ландшафт Не имеющий воды Это камень Это кремнистый ландшафт Джоконде В случае Джоконды Этот ландшафт Имеет намек На то, что Когда-то В этой каменной Безводности А вода Это всегда Условие жизни Сейчас этот ландшафт Внежизненный И вневодный Но есть намек Там за спиной Вдалеке Написан акведук Римский акведук Как в наши дни Дошел водопровод Сработанный еще Рабами Рима Вот этот вот самый Сработанный еще Рабами Рима Водопровод То есть знак воды А слева За ее спиной Мы видим еще Один знак Некой Давным-давно Бывшей Но абсолютно Уже исчезнувшей Цивилизацией Это дорога За спиной Ее вьется Дорога Она начинается Где-то за ее спиной И кончается Где-то вдалеке Мы не знаем Ни начала Ни конца Вот как будто бы Эта дорога Это вот путь Это даже не дорога Это путь Это не проложенная дорога Это вообще характерный Для итальянских ландшафтов Дорога Как путь А путь бесконечен Видим же фрагмент пути То есть там есть два знака Признака того Что когда-то было не так А вот Анна Мария Младенец Мы просто видим Тот же самый ландшафт И Анна Которая является Центральной фигурой Она просто создает Такую ритмическую устойчивость Внутри которой Есть цепь Значит Главная фигура Это фигура Анны Верхняя часть Ее фигуры Она на фоне Вот этого ландшафта Она причастна Этому ландшафту А вот Ноги Анны В воде Мы видим Как она ноги держит В проточной воде Вода написана Бесподобно Вода прозрачна Легка Хладна Мы видим Каждый камешек На дне этой воды Я видела уже Эту воду Когда-то В картине Верокио В Уфице В крещении Христа Леонардо был Учеником Верокио Возможно Он тогда Научился Или понял Как писать Эту глубину И прозрачность Воды С камешками На дне Так вот Анна сидит И одна часть Ее корпуса На фоне Вот этого Безводного Кремнистого Ландшафта А вся вторая Нижняя сторона Туровища Она держит Ноги в воде Она как бы Принадлежит Этим двум Совершенно Различным Стихиям Водности И безводности Анна Смотрит На Марию Потому что Мария Сидит У нее На коленях Обратите Внимание Пожалуйста И ответьте На вопрос А Мария Знает На чьих коленях Она сидит Вот Анна Марию Видит А видит Ли Мария Анну Нет Она не то Что ее Не видит Она даже Не подозревает О ее существовании Она не знает Что она сидит У нее На коленях Мы это Видим Но она Этого не знает И она Ее не видит И вся Фигура Марии Она вся Связана С темой Земли Потому что Сидя На коленях У Анны Как бы Выходя Из ее Чрева Как бы Выходя Из ее Луна Она Ноги Держит На земле И так Она Вписана Композиционно Что у нее Даже Ни голова Ни одна Часть ее тела Не выходят На поверхность Этого лунного пейзажа А вот На цепи И в свою очередь Младенец Притягивает К себе За уши Агнцы И все Что связано Вот с этим Триумбиратом Мария Младенец Агнец Это все Связано С ландшафтом Земли Эти трое Принадлежат Этой земле А теперь Посмотрите На ландшафт Мадонна В грудь А вот Это ландшафт Уже Вообще Бесподобный По своему Значению Они Сидят В некой Грудь Такое Впечатление Что они Сидят Внутри Одной Из тех скал Которые Показаны На Картине Джоконда И на картине Анна Это не грот Это внутреннее Пространство В скалах И вот В этом Внутреннем Пространстве В скалах Мы видим Воду Мы видим Не только Воду Но мы видим Хоть и чахы Но все-таки Цветы Мы видим Мох И мы видим Тоже Очень странную Композицию Скажем так Это Мария Младенец Иоанн Креститель И некто Допустим Назовем его Ангелом Который Пальцем Острым Таким Не перстом Указующим А таким Перстом Колющим Резким Очень красивая Рука Пригваждающим Он показывает На них А смотрит На нас Он как будто Ангел Проводник Он как будто Соединяет На века Нас с ними Он нам Показывает Эту картину Тайна Происходящую Внутри этих скал А если мы будем Смотреть Из этого Грота Условно скажем Грота На просвет То мы То мы В просвете Увидим Продолжение Этого Ландшафта Настолько Точно Написанного Что Он Так же Отличается От этого Самого Пространства Грота Как Джоконди Или В Ане И Марии Отличаются Эти два Пейзажа Чем Вы знаете Это незабываемый цвет Потому что Внутри скал Цвет Где сидит Эта группа Он Мягкий Он Такой Золотистый Там есть Такое Тепло Золотистого Цвета Прохлада Воды Мягкость Мха Нежность Чахлых Растений А вот На просвет В прорыве Мы видим Просто Такой Фосфорицирующий Холодный Безжизненный Голубой Цвет Которым Очень часто На экранах Телевизора Характеризуется Или в фантастических Фильмах Иной мир Иное пространство То есть В том Ином Пространстве Намекает Возможно Нам Леонардо Внутри Этих Скал Не совсем Уже Так Безвидно И безводно Может быть Там Тоже Есть Вода А значит Обитает И Дух Святой Потому что Все-таки Вода Связана С Таинством Крещения А вернемся К картине Анна Мария Младеньца Видите Какая Интересная Повторяемость Такое впечатление Что Леонардо Действительно Пишет Как бы Одну и ту же Картину Вернее Не картину А Репродуцирует Одну и ту же Мысль Которая Целиком От нас Ускользает Например Возьмем Анну Марию Младенца Агнца Посмотрите Внимательно На Условно Говоря Портрет Анны У нее На голове Траурная Повязка Точно Такая Же Как На голове У Джоконда Джоконда Вдова Она не может Быть женой Никакого Некупца Потому что Она Простоволоса Она Вдова У нее Распущенные Волосы И на голове У нее Траурная Повязка Она В трауре И Анна В трауре Она Безмужна Она Одинока Посмотрите Еще Внимательнее Разве Это не одно И то же Лицо Или Выражаясь Бытовым Языком Неужели Вы не видите Как они Похожи Друг на друга Да это Одно И то же Лицо Да и Улыбка Одна и Та же Это Одна и Та же Улыбка И Это Улыбка Она Скажет Это Не только Улыбка Джоконда Это Улыбка Анны Это Улыбка Марии Это Улыбка Ангела Ангела Из Той же Самой Загадышной Улыбкой Это Какой-то Ангел Демон У меня есть Какая-то Двусмысленность В нем Есть Какое-то Двойное Изначалье Изначалье Пола Ли Знание Ли Знание Ли Того Что Знает Он А мы Никогда То есть То что Есть Джоконда Знание Чего-то Чего Мы Не Коснемся Даже Там Есть Подобие Типов Там Есть Аналогия Ландшафтов Там Есть Аналогия Мысли Ускользающей От нас И спрятанной Как Говорил Леонардо Да Винчи Сам Искать Истину Надо О Постепенном Приближении Вот Постепенном Приближении Знаете Вот Как Настраивают Бинокль Вот Сначала Вы Настраиваете Бинокль И Вы Видите Более Туманно Потом Все Резче 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 Потом Наконец Резкость Вашего Бинокля Совпадает С тем Объектом На который Он Направлен И Вы Видите Его Уже Совершенно Отчетливо Вот Эта Вот Система Постепенного Приближения К Истинности Вот К этому Совпадению Лично Для меня Абсолютно Несомненно Что Эти Картины Три Объединены Некой Общей Идеей Если Не Общим Замыслом Потому Что Они Хронологически Друг От друга Разнесены Достаточно Большие Промежутки Времени То Все Таки Леонардо Вкладывал Какую-то Одну И ту же Мысль В них Какую Какую Когда Вы Их Рассматриваете С точки зрения Драматургии Сюжета Вы Начинаете Тереться Откройте Любую Книгу Посвященную Леонардо Да Винчи На любом Языке Попробуйте Найти На это Ответ Я готова С вами Спорить Не найдете Их Описывают Вот Вскользь Потому что Это очень Трудно Почему Она сидит У нее На коленях Почему Она ее Не видит А почему Твоя голова Она В фоне Лунного Пейзажа Ноги В воде Почему Она видит Только Младенца А младенца Как-то Слепо Тянет За уши Агнца Я могу Сделать Какое-то Предположение По этому Поводу Конечно Эпоха Леонарда Она была Эпохой Великих Открытий Безусловно Она очень Интересовалась Невом Она очень Интересовалась Космосом Она Очень Интересовалась Вселенной Не просто Вселенной Как Творением Божественного Разума Она Интересовалась Вселенной Как Некой Вообще Великой Загадкой И я Не Исключаю Такую Возможность Что Анна Мария Младенец И Агнез Представляют Собой Какой-то Вариант Гипотезы О том Что Существует Всемирный Разум Всемирный Дух Не Вселенский Всемирный Разум Всемирный Дух Женское Начало Было Главным И Не И И И И И И Что Вот Это Всемирный Дух Он Представлен Праматерью Прародительницей Анной Вот Она Пра Она Корень Всего Явления Возможно Он Ту Гипотезу Нам Преподносят Что Земля Началась Когда Началась На ней Вода Что Жизнь Началась Когда Началась На ней Вода Что Вот Этой Проточкой Соединившей Землю С Нежизненным Космосом Является Вода Поэтому Вдовство Анны Поэтому Ее Образ На фоне Этого Ландшафта А Ноги Ее В воде Вот Это Идение Из воды А уже Мария Представляет Собой Образ Ну Такой Скажем Мифологической Геи Мать Земля Она 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 Мать Человечества Она Жи Мать Человеческая Младенец Представляет С собой Это Человечество Которое По отношению К Праматери К Праземле Является Еще В Младенческом Состоянии Повторяю Повторяю То Что Я Говорю Вами Может быть Оспорено А Может быть Оспорено Кем угодно Потому Что Это Не более Чем Ну Вот Я Так Разрешаю Эту Загадку Точно Так же Как Вижу Эту Же Самую Формулировку Эту Же Самую Формулу В Джаконде В Ее Двые Сущности В Ее Принадлежности Двум Мирам Вообще Как бы Человек Принадлежащий Двум Мирам Не Земле И Небу А Миру Земному И Вселенной Тайну Которую Он в себе Несет Я бы Сказала Вот так Формулировочно Как бы Все Миф О Все Человеке Вот Вот как Джаконда Это Все Миф О Все Человеке Точно Так же Как Никогда Нельзя Быть Уверены Что Там Где Есть Вот Эта Кремнистая Поверность Что Там Внутри Нет Воды Или Нет Жизни Или Нет Исчезающей Или Наоборот Зарожда Зарождающейся Жизни Что И Показано В Мадонне В Груте То О Чем Мы Говорим Каким Жен Должен Леонардо Если Он Оставляет Нам Эти Картины Знаете Тут Удивительно Есть Художники Искусство Которых Совершенно Вот Сама Манера Их Письма Совершенно Леонардо Пишет Совершенно Я Когда У меня Счастливится Я бываю В Лувре Вот Первое Куда я Иду Я иду Смотреть Анну Марию Младенца Я не хожу Смотреть Жакмунду Мне не так Интересно Смотреть Мадонну В грудь Но Мне Очень Интересно Смотреть Анну Марию Младенца Я рассматриваю Каждую деталь Эта Картина Написана Совершенно Эта Картина Которая Написана Так Как Современники Написали Она Пала На Воздух Она Наполнена Воздухом Земли То Что Леонардо Называл Сфумато Световоздушная Среда В которой Мы Живем И от Этого Влажного Сфумато Световоздушной Среды Вот Этого Влажного Воздуха Мягкими Становятся Тени Удивительное Вот это Лицо Как бы Чуть Вот Поддернуто Всегда Около Глаз Щек Вот этими Легкими Мягкими Тенями Которые Делает Формы Округлыми Чувственными Очень Нежными Леонардо Удивительно Пишет Драпировки Как он Пишет Замечательно Платье Этих Женщин И вы Стоите Перед ней И Любуйтесь Просто Как Произведением Искусства А дальше В ее Тайну Вам Проникнуть Очень Трудно И это Очень Хорошо Потому Что Обязательно Должны Быть Поэты Непрочитанные Или Вернее Читаемые Каждым Поколением Обязательно Должны Быть Писатели Читаемые Каждым Поколением И Обязательно Должны Быть Художники Разгадываемые Каждым Поколением С Моей Точки Зрения Это И Есть Настоящая Большая Культура Вот Эта Вот Художественно Духовная Река Такая Которая Течет Сквозь Века Которая Течет Сквозь Народы И Которая Объединяет Всех В едином Понимании И В единой Загадке И Конечно Прежде всего Леонардо Есть Такой Художник Загадке Продолжение следует...